Сколько стоят резиденции Лукашенко? И все же, ведь сколько они стоят? От колхоза Лукашенко до дворца, вернее дворцов Лукашенко. При Лукашенко наша страна постоянно несла и продолжает нести потери в разных сферах и отраслях, в том числе жизненно важных для населения. Так, например, еще в 1990 году в Беларуси работали 874 больницы, хотя этого было и недостаточно. А уже на конец 2022 года больниц в стране насчитывалось только 585, то есть на 33% меньше. Лукашенко ликвидировал, вдумайтесь, 289 больниц. Но и на этом он не остановился. В течение 2023 года ликвидировано еще 27 больниц. Так, по данным официальной статистики, всего на конец 2023 года в стране работало 558 больничных организаций. Этого крайне мало, при том, что из года в год фиксируется увеличение случаев заболеваемости населения по всем видам болезней и по всем областям республики. Так, с 2015 года было зафиксировано увеличение заболеваний более чем на 20%. Численность населения также очень существенно и даже критически сократилась. Если в 1994 году в Беларуси проживало 10 миллионов 230 тысяч человек, то на начало 2024 года представители режима озвучивали 9 миллионов 155 тысяч. Хотя такой цифре мало доверия. Фактически может оказаться гораздо меньше. По некоторым данным в Беларуси уже осталось проживать только 7 миллионов 800 тысяч человек. Что же дальше? Какие высоты, вернее в какие ниши еще опустит Беларусь Лукашенко? И это национальная трагедия, которая целенаправленно привел Беларусь Лукашенко. Кстати, до Второй мировой войны в Беларуси в ее нынешних границах проживало 9 миллионов 200 тысяч человек. А в конце 1944 года 6 миллионов 300 тысяч. Так вот, за мирных 50 лет без таких деятелей, как Лукашенко, к 1994 году Беларусь смогла увеличить население на 62% до 10 миллионов 200 тысяч беларусов. А Лукашенко за 30 лет издевательств над населением и суверенитетом страны сократил население Беларуси до довоенного уровня и даже ниже. Это не просто преступление перед страной, это преступление перед нацией. На этом фоне каждый год в нашей стране перестают существовать по несколько населенных пунктов. Только в 2023 году прекратили существование 12, в 2022 году исчезло 45, в 2021 году – 21, в 2020 году – 15 деревень и поселков. Однако за время нахождения у руля узурпированной власти Лукашенко кое-что и увеличил. И надо отметить, что сильно увеличил. Вот, например, внешний долг Беларуси по состоянию на 1994 год составлял 2 миллиарда долларов США. Но на беду беларусского народа с этого года национальные средства и ресурсы Беларуси стали доступны Лукашенко. И вот результат. По состоянию на 1 января 2024 года внешний долг Беларуси составил 36, практически 37 миллиардов долларов США. Рост более чем в 18 раз. Такой размер, конечно, впечатляет. Наши дети и внуки будут должны кредиторам Лукашенко. Он берет, тратит на свои воздушные проекты и прихоти жизни. А нам, нашим детям и внукам, за это надо будет платить десятилетия. Он берет взаймы и тратит. И встает резонный вопрос. За 30 лет увеличил внешний долг в 18 раз. Чтобы что? Может, чтобы больше предприятий стало? Так нет, не стало. Может, чтобы количество больниц увеличивалось? Нет, не увеличилось. Может, построенная в долг атомная электростанция уменьшила стоимость электроэнергии для населения? Но каждый может посмотреть в свою жировку. Опять же, нет. И таких ответов тысячи. У каждого белоруса свой ответ. Ответ выстраданный и наболевший. А вот как на такой же вопрос от имени Лукашенко отвечают белорусы? Чтобы Лукашенко и его семья могли открывать и владеть многочисленными компаниями в разных странах. Выводить из страны огромные денежные ресурсы. Скупать недвижимость за рубежом. Чтобы в Беларуси захватить для себя и своей семьи не только природные богатства нашей страны, но и предприятия. И, конечно, 19 резиденций, дворцов, персональные авиалайнеры и вертолеты. И когда Лукашенко в очередной раз пытается внушить белорусам, что у него кроме страны ничего нет. Целая страна есть, да? Но в это уже никто не верит. И только горько ухмыляется. И ждет момента торжества справедливости. И такой момент обязательно наступит. Мы на это работаем и будем работать. В том числе, если вы нас поддержите на выборах в Координационный совет. Выборы состоятся 25-27 мая 2024 года. И нам нужна еще большая сила для того, чтобы бороться против этого режима. Наша Беларусь обязательно будет свободной. По-настоящему мирной, суверенной и счастливой страной. Счастливой для белорусов. Живя Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова